Если вы смотрите это видео, значит вопрос, как стать миллионером, вы все-таки себе когда-то задавали. Я вас прекрасно понимаю, об этом говорит неумолимая статистика. Она подтверждает, что 87% людей недовольны тем уровнем жизни, который они имеют. Причем не имея значения уровень жизни, который имеет человек. Кого-то не устраивает зарплата в 100 долларов, кого-то в 1000, а кого-то в миллион. То есть тут не имеет значения, но если вы хотите стать миллионером, вы понимаете, что вы должны работать более эффективно, более результативно. И иметь возможность работать не один год так, не один десяток лет скорее всего. Поэтому вас нужна определенная мотивация. Конечно, вы проходите различные тренинги по личностному росту, по эффективности работы, по эффективности вложения денег. Все это вас прекрасно понимали, но определяющий момент в этом все-таки это уровень здоровья. И вот тот онлайн тест, который я хочу вам предложить, он и определит как раз тот уровень здоровья ваш, который позволит вам или не позволит заработать свой первый миллион или свой первый миллиард. Тест очень простой и легко исполнен. По статистике, как вы понимаете, 5% людей идет к своему первому миллиону, занимаются бизнесом. Это громадная армия, примерно 350 миллионов человек. И они, знаете, занимаются этим эффективно. Потому что 13 миллионов уже стали миллионерами, а 1400 человек миллиардерами. То есть это, в принципе, цель достижима. Вопрос, хватит ли для этого уровня здоровья. Конечно, туда можно заработать миллион, можно заработать и на халяву выиграть в лотерею. Но это скорее исключение из правил. Все-таки большинство должны дожить до своего первого миллиона или своего первого миллиарда. И вот я вам предлагаю вот этот очень простой онлайн тест. Что для этого вы должны будете сделать? Я беру секундомер, мне нужна будет одна минута вашего времени. А вы выполняете мои команды. И так вы садитесь спокойно на том кресле, где вы находитесь. Желательно упереться в спинку. Вот живот, грудь освобождаете. Еда, питье, все это оставляется в сторону. И вы выполняете мои команды. Для подготовки, что вы должны будете сделать? Вначале несколько раз просто более-менее, чуть, может быть, глубже, чем вы привыкли, подышать. В спокойном ритме. Если вам мой ритм подходит, не вопрос. Если не подходит, дышите в своем ритме. И вначале вы делаете несколько просто спокойно. Делаете вдох, делаете выдох. Опять делаете вдох, делаете выдох. В процессе выполнения теста вы должны будете запомнить, опять делаете вдох, запомнить цифры, которые я вам скажу. Они вам нужны для того, чтобы понять результаты этого теста. Делаете вдох, сейчас делаете более длинный такой выдох. И на выдохе задерживайте дыхание, задержали, а я включаю секундомер. Время пошло. Итак, если вам захочется вдохнуть, вы делаете, считаете раз, два, три и делаете вдох. А секунды запоминайте. Итак, первая цифра 10 секунд. Так, время идет дальше. Так, 15 секунд прошло. Кто может держать, держим дальше. 20 секунд, очень важно. 23 секунды, кто запомнил. 25. Так. 30 секунд, отлично. Так. 35 секунд. Кто уже дышит, дышите спокойно. Главное, запомните 40. Запомните ту цифру, на которой вы сделали вдох. 45. Отлично. Ну, уже думаешь, что не много ли? 50. 55. И последние 5 секунд. Минута. Все. Итак, результаты теста. Тест закончился. На какой минуте, на какой секунде, простите, вы сделали, начали дышать, зависит ваш уровень здоровья фактически. Потому что, по большому счету, один из основных компонентов, которые вы получаете за своей жизнедеятельностью, это воздух. Без воздуха вы не можете обходиться более 5 минут. И чем больше кислородная емкость, чем больше вы фактически имеете возможность не дышать, тем вы здоровее. И получается, по этому тесту, очень простой вариант. Если, оценка простая. Если вы смогли продержаться не более 10 секунд, то, скорее всего, уровень здоровья у вас очень плохой. И вам нужно конкретно лечение. Возможно, вы находитесь даже в реанимационном отделении уже. И тест проходили там. Но, когда вы поправитесь, контакты вы видите, вы можете ко мне обратиться. Я вам подскажу, как восстановиться быстрее и эффективнее. Чтобы все-таки уровень здоровья восстановить. Если вы продержались до 20 секунд, ну, скорее всего, что вам уже нужно лечение каких-то хронических заболеваний. Потому что у вас очень малый запас кислорода в организме. И вы не смогли продержаться более значительное время. Очень такой принципиальный вопрос 23 секунды. Вот тут вот до 23 секунд. Это все-таки вот зона такая вот. Тут не совсем ровный счет получается. До 23 секунд это зона относительно нездоровья. После 23 секунд там уже люди здоровы. Но до 30 секунд вам скорее нужна профилактика различных заболеваний. Вы на этом уровне здоровья вам тяжело будет дотянуть до миллиона. Потому что у вас уровень здоровья не самый высокий. Вам, к сожалению, достался не самый крепкий организм. И поэтому вам нужно тоже оказывать определенную помощь. Конечно, жизни у вас значительно больше. Запас прочности жизненных сил больше, чем те, кто продержались до 10 секунд. Но у них есть тоже бонусы. Знаете, если там лежит, выполнял этот тест человек, которому там до миллиона не хватает нескольких сотен, то тут он миллионером станет. Вопрос, долго ли он им будет. Вот тут вот да. Поэтому вопрос в чем? Если уровень здоровья у вас низковат, то тут, конечно, нужно думать. Нужно думать, что делать. Вам нужны более конкретные советы по тем болезням, которые у вас есть. Контакты, видите, обращайтесь. Вот те, кто продержались около 40 секунд, после 35 секунд, вы знаете, вот тут здоровья много, потенциал большой, и вы способны стать миллионером. А те, кто продержались больше 40 секунд, я вас поздравляю, ваши родители хорошо постарались. Они оставили вам приличный уровень здоровья, а вы этот уровень здоровья еще не растеряли в процессе своей жизни. Вы способны стать миллиардерами. Очень плохо, если я вам говорил, что не более 3 секунд нужно удерживать желание вдохнуть и делать дом. Те, кто пытались подтянуть результаты теста повыше и терпели более 3 секунд, вы знаете, я понимаю, работа любой ценой в советские времена приветствовалась. Но, вы знаете, у меня одна из брошюр опубликованная, называется «Синдромов до менеджер». Работать любой ценой – это здорово. Вы знаете, для того, чтобы заработать миллион, нужен не интенсив работы, а все-таки ее продолжительность. Потому что, если вы сегодня, зарабатывая 100 долларов в час, проработаете очень интенсивно 3 часа, да, заработаете не 300 долларов, а, допустим, тысячу, вы потеряете столько по уровню здоровья, что потом вы не компенсируете его. Поэтому вот так вот относиться к себе не нужно. Вы знаете, «Синдромов до менеджера» – лучше предупредить, лучше по-другому относиться к своей работе и думать о своем здоровье. Потому что, когда здоровье будет подорвано, вы уже будете думать не о том, как зарабатывать миллионы, а где взять деньги на лечение. Это совсем другая тема. Это тема совершенно другого видео. Потому что, знаете, «хотеть» и «мочь» – это разные глаголы. Поэтому, если вы хотите дожить все-таки до своего первого миллиона или первого миллиарда, понимаете, не все доживают. Вот. Нужно понимать, что все-таки здоровый образ жизни – это, на мой взгляд, единственная такая разумная альтернатива. Вы должны понимать, что интенсивно работая, вы должны интенсивно восстанавливаться. Если работа требует от вас определенных усилий, где вы возьмете эти силы, как ни через воздух, вы возьмете с кислород, будете употреблять правильную воду и есть правильные продукты питания. Потому что энергия находится для вашей работы в продуктах питания, она растворима, фактически эти продукты питания растворяются в воде, доходят до клетки, в клетке окисляются кислородом, и вы извлекли энергию на тот вид деятельности, которым вы занимаетесь. Если у вас этот процесс, мягко выражаясь, нарушен, будет проблема. Если вы идете на какой-то тренинг, пытаетесь каким-то образом сделать себя более эффективным, то для того, чтобы лучше воспринять эту информацию, в вашем мозге, опять-таки, нужно правильное питание. Если мозг находится в состоянии депрессии, по причине того, что вы его не накормили, вы не побеспокоились, как дать его правильное питание, ему не до усвоения новой информации, ему не до жира быть бы живым. Его система страдает, ему нужно выжимать, а не накапливать какую-то информацию, как-то совершенствоваться. Поэтому, если вас интересует больше информации, не вопрос, можете обратиться. Если вы не успели правильно пройти тест, теперь вы уже поняли, что нужно делать, вы можете это видео остановить или вернуться к нему в другое время, пройдите тест, запишите цифры, которые у вас получатся, и прослушайте ту интерпретацию, которую я дал. А также вы можете обратиться по тем контактам, которые вы видите перед собой. Кстати, если среди ваших друзей и знакомых есть тот же, который входит в те же 87%, которые хотят жить лучше и дольше, не вопрос, отправьте им ссылочку на это видео, пусть они тоже его посмотрят. Так же, как и ваши друзья, родственники, знакомые. Знаете, интернет выдержит любое количество просмотров, YouTube тоже. Поэтому отправляйте это видео, делитесь, а я подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного благодетия.